Как противостоять терроризму и экстремизму? Что могут сделать журналисты в экстремальной ситуации? Мининформа Республики проводит двухдневный семинар для журналистов, ведущих республиканских изданий. Эксперты рассказали представителям медиа-сообщества о психологических аспектах борьбы с терроризмом, о новых методах пропаганды и распространения ложных ценностей. В сентябре по всей стране прокатилась волна анонимных звонков о заложенных бомбах. По словам телефонных хулиганов, бомбы были заложены в школах, торгово-развлекательных центрах, административных зданиях и общежитиях вузов. Однако, по сообщениям местных правоохранительных органов, никаких бомб в результате проверок обнаружено не было. Но на место выезжали сотрудники полиции и МЧС, десятки единиц спецтехники, сотни медиков. Затрачены немалые средства. Есть и психологическая составляющая таких ситуаций. Татьяна Синицына, старший научный сотрудник Федерального медицинского биофизического центра, как психолог работала во многих чрезвычайных ситуациях. Говорит, что всегда прослеживаются определенные поведенческие закономерности, основываясь на них и строится план действий. Специалисты знают, что происходит с ним в первые 15 минут, что происходит в последующие 3 часа, в последующие 6-9 часов. И мы можем сказать человеку, что это ненормальные, это не ситуация ненормальная, а реакции человеческие. Они все нормальные реакции в ответ на ненормальную ситуацию. Если мы знаем, какие реакции могут быть в первые часы, если их нет, как они могут проявиться в более отсрочное время, чего надо пугаться, чего не надо пугаться, как нарушается сон, как можно его восстановить, как можно помочь близкому человеку, если даже было короткое время в этой ситуации. То есть наша цель – помочь справиться с тяжелой ситуацией какой-то жизненной. Эксперт также отметила, что на представителях средств массовой информации лежит огромная ответственность. Важно не только донести оперативную и достоверную информацию о ликвидации чрезвычайной ситуации, но и поддержать людей, следящих за развитием событий. Слово играет важную роль, считает выпускающий редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Елена Дорошенко. И от того, в каком контексте его употребляют, во многом зависит, станет ситуация взрывоопасной или нет. Самые привычные термины, ну, например, не знаю, шахид какой-нибудь, да, уже прижилось, уже разбежалось, разошлось, попадает в тот контекст, когда, собственно, предложение с этим словом становится взрывоопасным, и пошло-поехало вплоть до разделения, вплоть до возникновения национальной розни. Соответственно, мы смотрим на происхождение слова, мы смотрим на контексты, где оно и как употребляется, да, мы обращаемся за советом, ну, условно говоря, к знатокам, людям постарше, да, то есть понимаем, что и мусульманское духовенство нам здесь очень-очень помогает. Нам нужна именно, скажем, оригинальная, исходная точка зрения, то есть мы отталкиваемся от источников, мы не пропускаем такие простые какие-нибудь словечки, фразочки, которые, ну, вроде как, понятно, что это означает, на самом деле может поиметь очень-очень серьезные эффекты и последствия. Эксперты отметили, что неважно, в каком регионе вы живете, спокойным или не очень, главное знать, как правильно действовать в экстремальной ситуации, чтобы сохранить здоровье и не поддаться панике. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.